14 августа 2024 год, вот нам гости пожаловали. Слава Богу за все. Мир вам! Мир вам! А, что, в YouTube меня выложатся? Конечно! У нас все снимается для интернета. Сейчас Игнать Тихонович подойдет с вами, познакомиться, побеседовать. Я с Мамонтова приехал на велосипеде, 50 километров где-то дал. Больше, наверное, 50? Нет, ну 50 примерно я по карте смогу. Вы, значит, спортом занимаетесь, да? Да нет, я так люблю покататься, просто не стану. И вот, потеряевка давно, чисто, вот, как сказать, чисто интерес такой. Давно смотрите? Да, ну как, бывает, посмотрю, так что-нибудь посмотрю, как Игнать Тихонович ругается с кем-нибудь. А потом на карте раз-раз смотрю, она здесь близко, 50 километров всего от меня. Думаю, дай сгоняю, с утра встал, сгоняю. А, духовные ролики смотрите? Занятия там, собрания? Да, я как, вообще человек православный я, крещённый. В храм хожу, бывает, по воскресеньям, и на службы такие, на праздничные. Здравствуйте, Игнать Тихонович. Только поближе подойдите, а то он плохо слышит. Приехал с мамонтов? Меня Александр зовут. Я... За руки, за руки. А, не положено? Да. Хорошо. Хочет с вами познакомиться, по роликам вас видел. А какие вы смотрели ролики? Ой, да я разные Игнать Тихонович смотрел. И про... Этот... В основном смотрел разные. И про туалет смотрел, и про детский лагерь. И собрания смотрел. И когда вы сказали, я же не хотел даже ехать, потому что думал, что вы уехали. Вы собирались вроде куда-то туда, в сторону Донецка-Луганска ехать, вроде как. Я это в ролики увидел, да? Ехать, я собирался. А когда это было? Ну, вы говорили, объявляли людей, собрали, говорите, вот, прощайте, ребята, поедут. Я думал, вы уехали, если честно. А вчера случайно узнал, что вы здесь. Уже год пошел назад. Нет, нет, свежий, говорю, недавний шнур. Разговор-то это был? Ну да, получилось, только разговор был. Все, там и разговаривать не стали. И вот, получается, я сам с Казахстаном. Так, что хотели-то вы? Да, чисто вот интересный такой, любопытство. Из любопытства заехал. Не курю сам, не пью, как бы, не ворую. А любопытное какая поговорка есть? Любопытное ворвали, на базаре нос отрывали. Любопытное, говорит, не порог, но большое свидетельство. Вот представьте, у меня работа идет духовная. В это время он приезжает, и там человек, а что ему надо? По скайпу мы могли бы переговорить, вы бы не ехали зря. Да, мы увидели. А зачем мне скайп, здесь живое? Понимаете, посмотреть, побыть. Табличку вашу сфотографировал, где написано, в деревне не кури. Ну, прям вот, знаете, интерес такой, я же говорю. Нет, я не смотрю, и в ТикТоке есть, и канал у вас вижу. И Никита у вас здесь Колесников вроде был. Он сейчас тоже канал ведет, по-моему, он на Украине, да? Никакой канал он не ведет, это первое. На ТикТоке есть у него канал? Ничего нет. Никак нет. Там, видом, петлю надели на шею, ему по неволе приходится сейчас все поносить. Уехал по-хорошему, проводили, он сейчас такую голематю гонит. Посчитать невозможно. Все, что было, все. Я ему где-то 47 роликов с его участием выставил, в этом лагере он был. Ничего этого как будто никогда не было. Что бы я ни сказал, где не выставил, он все переворачивает и все. Ему приставили колбуга, выставили пистолет, ему выхода никакого нет. Он был здесь. Я представляю, как он спрашивает, кто там на что влияет, как вы можете повернуть другое, потому что им главное выиграть от этих, чтобы никто не имел авторитета. Тут я, например, перед этим только, он выставил и сказал, кто будет против меня говорить, банить буду подряд. И ролик этот сохранился, и он себя считает, да вот я говорил, ну, понятно, что под пыткой человек. Так менять, не встречаясь, это никак. И то никакого канала нет, он все уничтожил. Чего бы ради он уничтожал. Да у него и каналы-то такие, один-два раза с кем-то познакомился и все. Это на готовом еще можно тут интересоваться. У них нет еще милости больше. Он все-таки уехал, тут рассорился. Ну, от меня в Барнаулю он уехал, по-хорошему. А теперь все. Книги, которые получил, это макулатура и... Как так макулатура? 650 библиотек мира, все государства имеют эти книги. Королевская библиотека, библиотеки Ленина. Полная 38 томов моих книг. И вдруг макулатура. Ну, ничего не понятно-то. Он думал это. Нет. Я ему подарил. Он матери выслал мои книги. Бесплатно. Многие книги стоят большие деньги. Вот сейчас готовится у меня на выходе 7 томик называется. Проповедь во свете святой библии. 7 томов. Каждый том 1320 страниц. Формат более... Высота, ширина больше, чем обычная. И то это только малая часть того, что могло быть. Вы готовы уже? Бери даром. Алтайская краевая шишковка. Там все книги. Все до одной. А первая даже в двух экземплярах. Да, я смотрел в ваших роликах. Там из-за книги вы рассказывали. У вас были какие-то вопросы. Нет, у меня нет вопросов. Я вам говорю, я такой человек, который захотел, сел, поехал. Я посмотрел, она недалеко. Что с Барнаула, туда-сюда. Я думаю, дай я проеду. Чисто на велосипеде. Для оздоровления тела и тому подобное. И плюс к людям таким приеду. Мне все равно. У вас здесь, я знаю, у вас здесь свой встав и тому подобное. Вы на своем велосипеде, примерно, сколько наездили? 50 сейчас. А? Сегодня 50. Сегодня нет. Вообще думайте, сколько наездили километров? Не знаю, он у меня с 2010 года, этот велосипед. С 2010 года этот велосипед. А я, когда не было бумаги, у меня Алтайская правда, директор знакомый. Не было бумаги ни в школах, ни в медицине. Я ходил, имел доступ. Я переплесчик, реставратор. И приходили там студенты, все это. Только тут прошло 3400 километров. Пешком. У меня нет ничего. Велосипеды все. Видите, надо улавливать этот момент, когда мы нужны где-то. А сегодня бумага, книги, все есть. А тогда ничего не было, перестройка. А почему спросили, сколько проехал на велосипеде? Ну что, он прошел 3000 километров. А сколько вы проехали? А, я прошел много тысяч, проехал на нем. Я спросил, сколько вы, чтобы вы поняли, что это означает. Только по одному делу, с одной типографией, и развести столько по милиции, там везде, везде снабжал. Что-то менты к вам зачастили, прокурорские, я смотрю. Это все бесплатно. Часто. Проверки всякие. Не хотят, не травят на вас, люди жалуются, да, короче? Специально, да? Свои языки. Я стану не основан на Святой Библии, по которой Бог будет... Я знаю, что Бог охраняет, потеряет вкуса. Поэтому не имеет это никакого значения. Я визитку могу дать. Здесь все данные наши. Ну, хорошо. Посмотрите в эту сторону, прочитайте, что там написано. Дети воспитанные во Христе. Ну, насколько мне известно, ваш лагерь закрыли, стал... Вы пора до конца прочитать, вот три строчки. Слух, считайте. Дети воспитанные во Христе. Вот единственная национальная идея, которая могла бы поднять Россию. И сделать ее великой славой. Игнать и лапки. Все верно. Я же говорю, я поддерживаю вас. Все, что я... Я вхожу, меня не надо поддерживать. Нет, есть комментарии, вы знаете, после видео есть комментарии. После их много отзывов ставят. В основном ваши отзывы, я скажу вам, как есть, да, не кривя душой. Люди пишут вам плохие отзывы. Я это знаю. Я это вижу. Это означает, что все правильно. Какие люди-то? Слова человека, он недостоин даже. Что он делает, как он говорит, что ему смешно, что он сделал для пользы людей. И поэтому он где-то на кого-то или за что-то. А если никому-то не нужен, ничего-то и не нужен. Мне только против меня 265 роликов насчитали. Прямо по-настоящему. Мои материалы берут, голову отрезаю и вставляю в другое, что делаю. Пришлось даже одна же обратиться в прокуратуру. Мигом навели, все. Все, как будто никогда не было. А люди против, это означает, против Христа были. Да, были. Что сделали? Распяли. Апостолы под меч пошли. Это значит, я делаю то, что нужно в этом положении мира, пришедшего к страшному суду через последние испытания, которые грядут сегодня. Это вплотную подошло. Это Курск, это не просто так. Израиль в этот момент поднялся там, хазба. Это не просто так. Это предписано в Библии все. Какие видения там, кап исчезает вдруг. Весь эфир сегодня буквально дрожит. Христов, пришествие где-то совсем рядом. Я очень хорошо разбираюсь, что в мире творится и в политике. Но я еще не лезу. В Библии читали? В Библии приятно. Читал частично полностью. В Библии сколько книг? Я говорю, частично читал. Ты не знаешь. Вот это все. Книги приходят и уходят. Если то, что мы говорим, пишем не основанно на Библии, то это не стоит копейки даже. А когда ты говоришь то, что Бог сказал, опровергнуть это никто не может, если он думает о том, что ему придется отвечать на суде Божьем. Вот как. Не, не, я поддерживаю. И вот у вас есть свой устав. Я вот наблюдал, какой у вас устав. Люди нравятся, а это их дело, я считаю. Правильно? Как говорят тут. Рабские люди, тут дети, там детьми издеваются. Вот это допустим, я строил, он подходит и мощится, а мы храм строим. Он пришел и помочился на церковь. Что, он что-то делает? Нет. Ему осквернить надо, ему платят. У меня на одном-то и коровике, сейчас я не могу сказать, сколько миллионов, а там ничего нету. В деревне хорошо, мы сидим за обед, ничего нету. Каждый день выходят со сквернением. Почему? Узнал, какие деньги за это платят. В прошлом году, в пятом, как называют там номер, или как гостиница в Таиланде был, заработал здесь. Вот как. Если мы не нужны были бы, Господь это остановил. Но дело по-другому выглядит. В стране уничтожено сколько сил, примерно, знаете? Ой, да много. Больше половины. Ну, слово много означает 10, 20. Да больше половины. А? Больше половины. Сколько больше? Больше 50 процентов, я так скажу. Я не скажу точную цифру. Видите, что не скажу, я не знаю. Но это не библиотек. Я вам объясняю. Я не географ. 80 на 1000, запомните. Ну хорошо. 80 на 1000 населенных фунтов полностью исчезли. Полностью. Так, скажите, за время перестройки сколько абортов было в стране? За время перестройки? За время перестройки. За много, как закон по абортам встал, а Советский Союз развалился. Страна исчезает. Их много стало. Я не статист по абортам. 120 миллионов абортов. Это государство исчезло в женской водении. Ай. Все на крови. Все, все смеются, все рано. А мне не смешно, почему? Я знаю, что глобалисты это все внедрили специально. У меня это, гляньте. Сокращение людей было. Какой смысл жизни, скажите, у вас лично? У меня? Да. Прожить эту жизнь достойно, чтобы туда попасть? Ну, достойно в Америке, у Гитлера достойно, у Сталина достойно. Что значит достойно? Вы определенные, назовите, что должны сделать. Честно. Ну, умрете, все останется, еще ничего. Я не за что не держусь? А как, говорит, сына родить, дом построить, дерево насадить. Да? Дерево спилили, дом сожгли, сын наркоман пришел, зарезал. И что дальше? Я говорю, я... То есть никак. Почему Лермонт описал на смерть Пушкина? Есть божий суд на перстнике разбрата. Есть грозный судья, он ждет. Он не заступен звону златой. И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к засловию. Оно вам не поможет вновь. И вы не смойте все ваши черные крови по этот праведную кровь. Это пророческий стих. Вот как. Если смысла жизни нет, то ничего и нет. Вот мы, я на корабле работал, служил в Маркботе. Мусульманин. Я с ним разговариваю. Скажи, Ахмат, мы стоим на корабле, и сейчас волна быстро находит, и нас обоих сбросил. Может быть, до Балтика льдины плывут маленькие. Больше пяти минут мы не продержимся. Корабль исчезает, топовое не гасло. Скажи, ты спасен? Не знаю. А что нужно? Добро. Какое добро мы тонем? Вот и вера кончилась. А вы? За меня Христос умер. Умер. Он кровь свою пролил. Страдание на кресте меня он искупил. Все. Уверуй во Христа. Мы как бы ни делали все, что мы делаем перед Богом, секунда одна. Все видимое временное, а не видимое вечное. И вот вся твоя вера кончилась. А я вот делаю, я хочу так хорошо прожить. Ну хорошо прожить что? Горем иметь надо. Нет, нет. Вы зря так говорите. Я говорю, я познаю всю жизнь. У людей в основной массе так и есть. В основной массе так и есть. Вы меня просто плохо знаете. В шестом классе у нас уже девчата уже на вторую букву алфавита названы. Все. Проверяй, ничего нет. А когда захватили с Украины, война была, Гитлеру сразу доложили, этот народ не победить. Почти 98% женщины такого возраста, о котором девушки сказать, они девственницы. Сегодня пойди найди. Мы в другую эпоху живем. И там сразу поняли, что такое это. Человек, если она была неверная, она и здесь будет неверная. Об этом очень хорошо Толстой говорит. Это такое, если у него роман после бала. Вот как. Если ничего нет, то и нет. Он не будет даже спрашивать. Я, говорит, подошел к такому человеку и говорю, что да в армию забирают. У меня брат должен идти, но у него дети. А я не женатый. Я, говорит, решил спросить. А ты женщину познал? Он говорит, нет. Я, говорит, стар стал. Я, говорит, прослезился. Какой ты молодец. Ты вернешься живой. Это пишет человек всемирно известный. И он знал, что главное, это вот до четырех лет, чтобы ребенок знал, что приучить его к Богу, в церковь. Сейчас ничего этого нет. Нету. Он живет, до чего не знает. Маленький такой вот всякую пакость делает. Меня, когда судили, следователь говорит. Вот сейчас, говорит, статью даже не знаешь, какую дать. Восьмой класс. Она с ними не ходит. Но не ходит она, все, она матерью бережет. Они накинули башлык, затащили ее туда. Ее держат, а мальчики унасилуют. А потом, а потом ее пришлось броситься, погибнуть. Он говорит, даже статьи такой не было, ни в одном уголовном кодексе. А мы все хорошо, все нормально, прожить нормально. В этом мире ты не можешь жить нормально, если бы норму не знаешь. Вы сегодня молились Богу? Я? Супра? Молились, во сколько? Обязательно. Утром и вечером. Ну, просто освещайте, чтобы я слышал. Утром и вечером обязательно. Ну, утром и вечером. Какие молитвы читали, назовите? Отче наш. Ну, прочитайте. Отче наш, и живи си на небесе. Поближе подойдите, чтобы я слышал. Ну, не хохотичь, как ребенок какой-то. Ну, почему вы меня маленько прочитываете? Ну, давайте, прочитайте. Если я сказал, что я знаю, и читаю эти молитвы. Ну, прочитайте. Хорошо, я прочитаю. Считайте. Отче наш, и живи си на небесе. Досветится имя Твое, добрый Дед, Царство Твое, да будет воля Твоей. Такому небесе и на земле. Хлебничный, сущный, дешний, вниз. И оставим нам долги наши, и оккульзируем, и оставляем должником нашим. Мы не веди на свое искушение, но избавим нас от рукава. Еще? Даша, ты еще не считаешь? Это же не кончилось молитву-то. Ну, как не кончилось? Я прочитал. Так не кончилось. Отче наш, я вам прочитал. Ибо Твое есть старство, сила и слава во веки огни. Ну, это я понимаю, да. Но если... Ну, не надо. Я вам говорю, как по молитву. Слово у меня, оно читается? Я с вами здесь согласен, что полностью оно читается. Мы молитву прочитали, Отче наш. А свое моление ваше закончилось? В смысле? Моление закончилось? Ну, почему? Мы вот утром, видите, если вы заходите, то видите. Вы знаете, есть такие молитвы, когда сам человек молится к Богу, обращается. Знаете? Если вы заходите, послушайте, у нас каждое утром молитва. Попробуйте не трогать и пить сейчас. Я 50 километров проехал. Ну, не надо, потом попьете, когда расстанемся. Хорошо. Нельзя таким быть. Зачем сразу расставаться? У меня пот вышел. Это минута и все. Посты, ясное дело, что не соблюдаете. Посты нет? Нет, нехорошо. Боки у тебя делаются женщины, когда она фыркает. Попробуйте, нет, не бриру. Что вы сказали, вы меня прессуете? Ну да, что прессуете? Зачем вы все приедете? В бороду. Наоборот, не побрил и за вас. Знал всю жизнь брил. Знаю, что надо ехать в Потеряевку, не брился. Да не надо. Ну, перестань, нехватай. Ну, правда. Я там ехал, чтобы хохотать. Я говорю о том, что вечное, что на суде Божьем будет. А вы подхохатываете, кстати. Вам это и не надо было совсем. Почему подхохатываете? Не надо вам это. Вы скажете, а я бы встречался. Вы были, но не встретились. Вы встречались выдуманным человеком. А настоящий я вам не нужен. Вы уже противодействуете. Чем? Тем, что утром у нас выставлены подряд, выставляются утренние моления. Мы начинаем молиться, это 45 минут. 45 минут читается Слово Божие. Каждый день. И мы выставляем. И вы даже не исполнили нигде. А вот я был там, Никита. То есть не смотрите. У нас все на молитве построено. Я вам объясняю. Я не смотрю ваши молитвы и не подглядываю за вашими таинствами. Вы понимаете? Там написано утро, моление. Вы сами выставляете. Я не знаю, кто у вас. Вы сами выставляете. Вы мне сейчас говорите. Вот ты не смотришь что, не смотришь это. Вы что выставляете? Там люди смотрят. Вы зря так говорите. Вы чуть-чуть разберитесь тогда, какой у вас контент. Ну скажи, что? На молитве сколько человек присутствует? Да мне какая разница, сколько присутствует на молитве человек. Вам разве это никакой нет? Я, если я верю в Иисуса Христа, мне достаточно этого. Одного человека, а один сможет помолиться. Понимаете? Да не надо так говорить. Ну как не надо? Да так, что стадо Христово, они все вместе. Тогда и храмы не надо, и один. Я не говорю, что храмы не надо. Но как не надо? Я объясняю, что минимум трое, я так скажу. Правильно? Минимум трое. У нас сколько людей просятся, специальные правила, и они участвуют в этом. Новые люди приходят. А сегодня только получил. У меня завтра развод. Помолитесь. Другая пишет об этом. Ушел, взял машину, в кредиты, и мужа нет. Помолитесь. Помолился, а он утром пришел, лег и говорит, никуда не уйду. И она приезжала с 4-5 ветви сюда. Почему? Потому что Бог отвечает на молитву, а не просто так, я брякнул и пошел. Я понимаю. Ответ. Ты от Бога ответ получаешь. Ночью выйти, под звездным не думал, помолись один раз сам. Вот видите, я вот так и делал иногда. И под звездным, и в поле выхожу. Один. Вы понимаете, что всякая неправда есть в грех. Да. А дьявол, отец и лжи. Любой, что правители говорят. Вы во мне сомневаетесь? Сомневаюсь. А ну зря, вот эта гордыня у вас так говорит. Видите, вы сразу гордыню уже научились. Ну а что, разве не так? Это эго. Вы думаете, что вы хороший, а вокруг вас разбросанные куски. Понимаете? Да ничего не понимаю. Не, вы сейчас так разговариваете со мной. Вы приехали ко мне. Да, я к вам приехал, но почему-то вы начинаете разговаривать, обвинять меня во лжи и тому подобное. Попробуйте стоять, поставьте ноги вместе, чтобы нормально стоять так. Вы знали, что тут будет женщина, у вас орган поступает здесь. Какой орган у меня выступает? Вы что? Ну какой мужчина, какой орган? Он у меня выступает. Вы упячиваете. Да, ну можно было делать. Вы не смотрите, глаза туда нет. Да не жерите, я говорю, тут женщина стоит. Вы уже кидаетесь на меня, уже кусаете. Зачем же вы ехали? Как тяжело. Вот и все. Ну почему вы так себя ведете? Я отвечаю так. Как зачем? Я и хотел с вами подискусировать. Я сказал уже, так руки не делайте, попробуйте стоять. Вы понимаете, кто сказал, что так руки не делайте? Ну даже самым малым, вы не покоривая. А ты бога, гордыня. Ну да, я такой, я грешный, я человек. Я человек, я не Господь Бог, понимаете, только Господь всемогущий. Ну послушай. А я простой, я грешный. Я слабый человек, понимаете? Сколько вам лет? Мне? 40 лет. 40 лет все еще слабый. 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 И когда ты думаешь быть сильным? Ой, это знаете, это не каждому подстать. Особенно в плане духов. То есть явно, что безбожник. Да ну почему, видите? Верующий так и говорит. Вы уже опять говорите, безбожник. Уже второй раз вы меня, в третий раз обвиняете в том, чего нет. Сейчас с вами я хоть одно слово сказал. Не сказали. Я говорю, вы вообще скернословите матерки. В миру, да. Дальше. Любой матерок от дьявола. За каждое слово открывать, оно в него гнилью называется. Согласен. Ну согласен, как же вы можете. Я же вам и говорю, я не Господь Бог. Я человек. Я создан по подойгу ему. Человек это чело в век направлено. В вечность. А я человек. Да таких людей каждый день они гибнут. Вверх у меня чего и направлено. Видите, вот самое маленькое. Вот если вы приехали и сказал, а я их узнаю, как они живут. Сказал. Да, я хотел посмотреть, вот просто увидеть это вживую. А не через телевизор. Ну зачем мне приходить было сюда, я пешком иду. Зачем идти на больных ногах. Я вас и не звал. Я подошел к женщине в зал, попросил ей набрать воды. Вы батюшку хотели видеть священник? Я подошел, зашел. Первым делом, когда я заехал, я зашел в церковь. Но она закрыта. Увидел там женщину. Женщина подошла, говорит, что вы хотели. Я говорю, так и так. Вот я оттуда-то, оттуда-то представился. Все культурное. Приехал, вот она говорит, батюшка в больнице в Барнауле. Церковь закрыта. Я, а, ну все, хотел зайти в церковь. Вот реально хотел зайти, что добрался. Поклонов ударить, как говорится. Мы батюшку не слышали и смотрели. А зачем он вам нужен? Смотрел, почему? Я видел батюшку этого. Ну зачем он вам нужен, когда от него нет? Вы понимаете, я хотел зайти в храм. Я что, не имею права зайти в храм? Да какое право у вас? Только приехал, уже права какие-то. В том-то и дело, что, по-моему, так и делается. Я доехал и хотел зайти в храм. Не во мне, но я хотел. Поблагодарить Господа Бога, что доехал, что колесо не лопнуло и тому подобное. Мы будем только молиться, чтобы стер был все, что вы видели здесь. Как? Вы это сейчас желаете, чтобы стер Бог, чтобы не привлекаете? Я что-то не понял. Это же самое простое. Вот вам говоришь, и вы все равно в такая же поза, как стоял, никому не покоряюсь. Вот ваше смирение. Причем здесь покоряюсь, не покоряюсь. Я же не на послушание к вам приехал. Вы маленько... Вы к мне не приехали. Не приехали. У вас какие-то свои интересы. Да какие же у меня интересы? Я пустой, вы что? Вы говорите, подхохатываете. Подхохатывание... Видел я просто, понимаете, видел я людей по... Я не буду, конечно, судить. Так, ну ладно, все на этом. Вам это еще не нужно. На этом кончаем. Вы самые маленькие не воспринимаете. Я же говорю, когда меня обвиняют то, чего я не делаю, мне это неприятно. Ну как, почему, если я сейчас буду ему говорить, вот сейчас ему буду говорить, что ты где-то убийца? Вот давайте я ему буду говорить, что он где-то убийца. Ему приятно будет? Тебе будет приятно, парень? Неприятно будет. Нет, конечно, и мне так же, когда мне говорят, ты лгешь, и тому подобное. Ну я буду спокоен, я буду спокоен. Не, ну я же спокоен, я просто говорю, я не такой. Все. Неверующие, это вместилище всего главного кодекса, который висит на шее. Вот так. Видите? Самое простое, маленькое, неизвестно, не знаю, для чего живу, не знаю. И такую дарья. Я же вам объяснил, в чем суть, прожить достойно эту жизнь в вере? Да как достойно, когда не знаете, что в достойно входит, когда молитвы нету. Знаете как? Я сейчас объясню. Посты соблюдаешь? Просты. Нет, я не соблюдаю. Ну соблюдаешь какой ты верующий-то. Ну редко соблюдаю. А демоны изгоняются по стойной молитвы. Ой, в год я соблюдаю. Вы не перебивайте, слушайте. Вы ко мне приехали. Хорошо, я слушаю. С вами переполнены эфиры, везде гада всякая. И начинают что-то доказывать. Мне не надо доказывать, мне 85 лет. Вы меня спросите, я ответил. Я прошел такой путь, который во сне не видели. Ну я с вами спорить на сегодня. Ну так вот. И притом не просто прошел, а победно прошел. Победно. Вы знаете, что такое победа? Полная реабилитация, расчет государства. Это надо видеть все. Самые близкие отношения с губернатором, с мэром, с прокурором края. Я нигде ни разу за 85 лет не стал перед себя. Гордынь, это вот она где гордыня. Вы знаете, почему я так стою? Вы проедете сейчас на велосипеде 50 километров. Вы себя смирите. А вот таким кочком у вас спина будет болеть. Сразу ноги поставил. Ну попробуйте молчать. Вам нужно слушать, вы приехали. А не для того, чтобы слушать ваши бредни. Я же вам и не рассказывал ничего такого. Я же вам и не рассказывал. Не может, совершенно чужой. На этом конец. Не ездите никуда. Ну зачем я сделал? Вам не надо, вы еще не слышите. Проверяю я вам, как вы не можете же ноги поставить вместе, руки опустить. Я проверяю вас и посмотрел, что вы никакой. Да я приехал разговаривать с человеком, дали ехать. У вас вы так сказали, значит так и есть. Мы проехали всю страну, всю Европу, туда доехали до Тихого океана, там до Атлантического, Скандинавия, Прибалтика. 650 библиотек получили мои книги, это 35 миллионов. Это я тоже, кстати, видел. Это никто никогда в мире не делал. Я нигде ни разу не встал. Все обычаи в любой стране я постарался узнать и нигде не нарушить. А здесь нет, я поехал, вот бритву, два дня не побрился, ну и показано все. Вы меня спросили, я вам ответил, я всегда брился. Вот с юности я брось. А вот именно перед Поделяевкой, потому что здесь свой свой. Это садомиты беряются и подкаблучники, два рода людей. Ну я об этом не задумывался. Чтобы быть похожи на женщину. Я об этом не задумывался. Ну зачем, ей бороду не дал, Бог дал, это власть его. А я думаю, я, я, что у вас я. Подождите, еще вопрос есть. Вот теперь у меня есть к вам вопрос. Я вам сказал про бороду, вы ничего не воспринимаете. Ну как, я вам и сказал, что этот бород не побрился. Бород, греют, садомиты проклятые, муж на мужике женится. Это я знаю и слышал. И второе, подкаблучники, что баба скажет. Не каблуки я. Женатый, но женой не живут. Вы этого не знали, просто отворил так. Я говорю, женатый, но с женой не живут. Вы посмотрите, даже вожди социалист, Бакар Марс, Фридрих Эмбис, Ленин, все с бородками. Бородой, так какая борода? Это сегодняшнее время такое. И сгадили все. Вот представьте, что 80-1000 населенных пунктов. И восстановить ни одного, даже попытки были, были, но все кончилось. Вот у нас один есть, он среди тех был, которые приехали. Мамонтский район. И приехал, у них 45, кажется, у него было машин только грузовых. И кончилось чем? Двухэтажные дома. Все, бросили и уехали. У нас главное связь с Богом. Церковь, священник, молитва. А у него ничего нету, это было. И сразу началась измена, проклятие. Все лопнуло. Вы знаете, что это так. У вас был такой корреспондент Ритунский. Ритунский, он часто бывал здесь. За все время ни разу плохой проповеди не писал. То есть, он что видел, то и писал. Он откуда? Галенко. Галенко фотографии делал. И ни разу нигде не смухлевал. Краевая администрация, МВД взяли себе. Увидели, какой он. Москва его затребовала, теперь он там. И все началось отсюда. И он ни разу нигде, чтобы пришел, только сказал, что он, я говорю, с такими людьми, приезжает не кто-то сюда, а мэр города. Начальник МВД, край, генерал-лейтенант. И он шагу не сделает. Главный банкир приехал. Он встанет, как я говорю, у нас покой, порядок. Женщина приехала в шанах, сразу юбку вытащим, ее оденем. А чего вы мне командуете? До свидания, разворачивайся. У нас правила эти. И зачем же делаешь-то по-своему? А вы бы ко мне приехали? Конечно нет. Зачем я туда поеду? Вы приехали. Поэтому, это все время помните, вы приехали. Приехали поучиться, увидеть. А вы тут гнете свое гнилое бревно. Зачем это вам нужно? Почему я ее гну? Я наоборот ответил на ваши вопросы. Но вы уже много испортили. Понимаете? Вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. Вы говорите, ты уж жёшь. А как я? Вы не один вопрос. Не доверившись к людям такое. Зачем бороду бреете, не знаете? Я говорю, я всегда ее с юности брил. Да я говорю, никогда. Я говорю, для чего? Вы совсем путаете. Когда я не спросил? Потому что гниссиалоси и тому подобное. Мешает. Да, мешает. Ты узнал, мешает, да? Почему Ленину она не мешала? Я не Ленин. Ну, кстати, менты, там, я не знаю, мэры и тому подобное. А сегодня показали, которые работают в спецназ американский с бородами и безбородом. 50 человек. У этих три раза больше погибло безбородых-то. И меньше успеха. А то сегодня испытания идут. И при том мерзнет. Это все печатается. Я и понимаю ваш устав. Я же объясняю. Да мне не надо. Я просто вам свидетельствую. Вы сейчас, если бывает, приезжаете, так подождите, не успеете записать. Я знаю. И поясок я знаю. За поясок я знаю. Все это я в видео видел. Понимаете? Нет, там видите, там в Библии написано, Левит 19, 27. Не порти края бороды твоей. Бог повелел. Не только священству, а даже простому народу. Я понимаю. Еще вопрос я же и говорю. Было такое. Я этот ролик даже видел, где Игнатий Тихонович рассказывает какому-то парню про бороду и говорит. Ты, говорит, почему броешься и тому подобное. А он там стоит. Ой-ой-ой. А он ему говорит. Вот гомосеки и тому подобное. И католики. Я так скажу. Это Игнатий Тихонович объясняет. Проходит пару роликов. Стоит в поле с вами парень. Я не знаю, кто этот парень. Не он. Я не знаю, кто этот парень. У него хорошая борода. И патлы длинные. Вот тут длинноватые, оброшенные. И вы его заставляете на поле обречь его ножницами. Хаотично, неаккуратно, просто ножницами. И вы ему... У меня вопрос вот и возник. Вот даже сейчас. Я вспомнил. Вы начали за бороду. Я вот это вспомнил. И пока я с вами вот увиделся, я сразу вживую у вас и хочу поинтересоваться. Почему вы его заставили это сделать? Я приехал. Такой порядок. Еще раз говорю. Нет, у него борода отличная. Да, борода, волосы отпущены. Пока у батюшки тоже волосы отпущены. Волосы отпущены. Это говорит о постыдстве. Подождите, батюшка тоже подстыдством сколько? Неправильно делает. Видите? Неправильно. Видите, у вас маленько другое. Не надо, не надо. Вот вы на кого-то говорите, как на меня сейчас. Я отвечаю. Все. Не были в прелести, я извиняюсь. Не были в прелести батюшка? Я вас так батюшка назвал, потому что вы похожи на него здесь, который батюшка. Он приехал сюда, он приехал. И порядки свои устанавливать не надо. Я же не устанавливаю порядки. Я еще разговариваю. У меня неузывающее. У меня вот эта нога, она забилась. Я стою вот так. Потому что я проехал 50 километров. У меня болит спина. У меня болит спина. Дорога была вся вот такая. Вот это еще отлично. Я каждый день ездил 60 километров. Два раза хочется обратно. По асфальту или вот по такой дороге? Какая она другой не была никогда? Куда вы, я извиняюсь, 60 километров? В школу. У нас 4 класса было. Ну, хорошо, 60 километров в школу. Еще это много? Ну, я считаю, что... Вот это тогда, когда поехал в Барнау, за сколько доехать? Ну, Барнау уже вы едете по трассе. Больше. Ну, там в трассе. А тут трассы никакой нету. Да, здесь и нету, я и говорю. У меня спина болит. Поэтому я так стою. Вот эту ногу выделяю. Потому что вот это... Ничего не будет, если вы поставите вместе. Ну, зачем? Мне не сложно поставить их. У меня спина болит. Поясница прям начинает. У меня еще две грыжи одну вырезали. От тяжести. Я работал на стройке. Шпалы, рельсы. Я на шахте работал, проработал. Под землей, на грозу, на ручар вода спинать, никогда не стану. Никак. Рука, они вы ничего не поддерживают. А как отдать? Не давать мне, и все-таки остаются темы. А я же говорю, поддерживаю, поясница. Вы посмотрите на мою спину, а? Вот как бы не поддерживаться. Я же вам говорю, я не из-за прихоти это делаю. Потому что у меня спина болит. Понимаете? Что в пастыне соблюдаете, спина болит, да? Нет, спина у меня болит тоже, я говорю. Вы почему пасты не соблюдаете, определенно. Почему? Пост сейчас успенский. Почему вы утробы свою тешу? А я даже мясо с 12 не ел. Потому что знал, что сегодня успенский пост. Я спрашиваю посты, почему вы не поделали, тут не пройдет. Я не говорю про мясо. Вообще пост сейчас идет. Великий пост, среда пятницы. Я говорю, человек слабый я. Я же сказал вам. То есть никакого отношения к православию вы не имеете? Ну, это ваше утверждение, и вы так считаете. Никак. Когда на исповеди был последний раз? На исповеди, сейчас скажу. Ну. Ну, месяца 4 назад. Ну, да. И священник вам еще не сказал, что бреетесь? Ничего. Да у нас не должен был в храме, это должен быть оглашенный. Вот такие попы вам и нужны. Почему попы? Да потому. Потому что сегодня делается, маленько, откройте глаза. Что они благословляют? Кого на небо отправляют? Я не радикал. Их и как. Я знаю только, что сейчас на небо отправляются соловям. И всего лишь. Так, все на этом. Ладно. Поезжайте с Богом. Хорошо, сфотографироваться с вами можно? Напиться что-то нужно, нет? Ну, я сейчас возьму воды, да? Если есть. Просто я приехал, хотел чуть-чуть походить туда-сюда у вас. Вот я сфотографировал, даже вот этот знак, я говорю, мне интересно было. Я раз сфотографировал. Не курите тому подобное. А сам помню в роликах, да? Вы не пропустили. Он хочет с вами сфотографироваться. Да зачем это? Не, ну это для меня, уважьте. Да не надо, вам это не надо. Я не желаю. Почему? Я это не выкладываю никуда, это для меня. Стретье место. А у меня есть же борода. Почему вы так говорите? Слушайте внимательно. Нет у вас бороды. Мы сидим не где-то в метрополии. Метрополит это кто такой? Ну, скажем так, главный батюш. По-военному, когда-нибудь бывает, генерал-полковник. И он... Владимир, который служка без бороды. Я говорю, Владимир, мы с бритыми не фотографируем. Я махнул руку, он сразу отошел в сторону. Зачем мне портить это? Так, в этом все. Как зовут вас? Владимир. Владимир, у меня борода сейчас есть? Или я по-бритой наглухой? Обородкой называется. Ну, есть, да.